Конгресс США все же получит доступ к налоговым декларациям бывшего президента Дональда Трампа. Во вторник Верховный суд отклонил просьбу Трампа не допустить передачу его налоговых деклараций Комитету Конгресса. Комитет Палаты представителей по финансам уже несколько лет пытается получить эти документы, и теперь Трамп, похоже, исчерпал все юридические возможности, чтобы этого не произошло. Во времена правления Трампа этому воспрепятствовало Министерство финансов, и только когда президентом стал демократ Джо Байден, Минфин распорядился предоставить декларации Конгрессу. Трамп сопротивлялся и оспаривал распоряжения в разных инстанциях. Теперь же он потерпел поражение в самой высокой из них, в Верховном суде. Бывший президент неоднократно заявлял, что временно не может опубликовать свои налоговые декларации, поскольку они проходят аудит налоговой службы. Он называет требования конгрессменов-демократов политически мотивированными, чтобы не допустить его участия в президентской гонке 2024 года. Трамп уже сообщил о своем намерении принять в ней участие. Он сделал это сразу после промежуточных выборов в Конгресс. Поскольку администрация Байдена руководит Министерством юстиции, некоторые скажут, да, это политизированный акт предъявить обвинение Дональду Трампу, который пытается баллотироваться, чтобы сменить на посту президента Джо Байдена. Это может усложнить принятие решений о предъявлении обвинений, но главный вопрос, который возникает в ходе кампании Трампа, заключается в том, имеет ли он вообще право занимать пост президента в соответствии с третьим разделом 14-й поправки. В третьем разделе данной поправки говорится следующее. Если кто-то из государственных служащих участвовал в мятеже против Конституции, он не имеет права снова занимать эту должность. Если в рамках судебных слушаний удастся доказать, что именно Трамп был виновен в событиях в Капитолии 6 января, у него не будет права занимать пост президента. Ожидается, что в течение следующего года будет подан еще не один судебный иск в попытке установить так это или нет. Но события 6 января и налоги – не единственные проблемы, с которыми столкнулся бывший президент. Назначена дата судебных слушаний еще по одному делу, возбужденному генеральным прокурором Нью-Йорка Летиции Джеймс. Слушания начнутся 2 октября 2023 года. Речь идет о расследовании семейного бизнеса Дональда Трампа. Иск по подозрению в мошенничестве включает Трамп Организейшн, самого Трампа, а также троих его взрослых детей. В прокуратуре полагают, что в период с 2011 по 2021 год были совершены многочисленные акты мошенничества, в рамках которых Трамп и его организация незаконно завышали стоимость принадлежавшего им имущества, увеличив таким образом свой капитал на миллиарды долларов с целью незаконного обогащения. Еще одно громкое дело касается того, как Трамп обращался с секретными материалами. Покидая Белый дом, он забрал с собой коробки с документами, которые должны были быть отправлены в Национальный архив. Минувшим летом агенты ФБР провели обыск в поместье Трампа Маралага во Флориде и конфисковали 11 коробок с секретными документами. Трамп тогда заявлял, что обыск был проведен без предупреждения и агенты ФБР даже вскрыли его сейф. В момент проведения обыска бывший президент находился в Нью-Йорке. Теперь этим расследованием будет руководить специальный прокурор. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил генеральный прокурор США Мерик Гарланд. И мы обсудим эту тему с нашим следующим гостем. Елисей Богуславский сейчас выходит с нами на связь, политолог и публицист, сторонник республиканской партии из Нью-Йорка. Здравствуйте, спасибо, что присоединились. Большое спасибо, добрый вечер. Почему Дональда Трампа постоянно преследуют судебные разбирательства? Здесь нужно понимать, что есть судебные разбирательства, есть судебные разбирательства. Если мы говорим о новых последних вещах, таких как налоги, похоже, там действительно есть какие-то масштабные проблемы. Потому что, как в принципе в любой стране, и особенно в демократической стране, в стране с независимыми судами, прокуратура, как правило, предпочитает брать, особенно крупные кейсы, прокуратура, как правило, предпочитает работать с теми кейсами, которые она может выиграть, ну или хотя бы за которые она сильно может зацепиться. Если мы говорим о других каких-то аспектах, в первую очередь, о ситуации 6 января, то это судебные разбирательства, которые затягиваются просто для того, чтобы подорвать политические позиции оппонента. То есть тут очень такая многослойная ситуация. То есть вы думаете, что их можно называть политизированными, как и он сам утверждает? Я думаю, что нет оснований называть политизированными расследования относительно его налогов. Что же касается расследования 6 января, да, конечно, она политизирована, потому что сама статья о подстрекательстве к мятежу – это политическая статья. Ну то есть мятеж – это политический, да, интеракшн и подстрекательство – это политические концепты. То есть она просто по своей природе политизированная, потому что это политическая статья. Мошенничество не является политическим концептом, поэтому расследования мошенничества могут быть политизированы, как в России у нас часто происходит, но это не тот случай. А какой из этих дел может предоставлять Трампу наибольшую угрозу, в частности, в рамках его предстоящей президентской кампании? Я думаю, что, конечно же, налоговые, всевозможные проблемы с налоговыми репортами. Тут уже понятно, что есть какие-то проблемы, потому что он их не декларирует. И также это то, что действительно человеку может сильно подорвать политическую репутацию, при этом не принеся никаких дополнительных дивидендов. То есть, например, если дело по интеракшн пошло бы дальше и было бы некое наказание за это, это Трампу могло даже бы принести больше пользы, чем вреда, как, в принципе, во многом 6 января ему сейчас и приносят. Что же касается налогов, это очень такая неприятная тема, просто по своему, сам этот сабжект очень неприятный. И достаточно трудно симпатизировать человеку, который где-то прокололся с налогами, где-то что-то сделал не так с налогами. И, конечно, намного приятнее симпатизировать человеку, на которого политическая машина демократов пытается затянуть у него удавку на шее, опять-таки, за очень странную статью «Инсеракшн». Она, в принципе, если мы посмотрим по политическим прецедентам, это статья, которая очень редко, на самом деле, как-то executed. А вот по делу о секретных документах, как вы думаете, назначение спецпрокурора как-то способно повлиять на этот процесс? Хочется надеяться, что все-таки наша прокуратура, опять-таки, в силу того, как она построена, как она создавалась, как институт формировался, эволюционировал десятилетиями. Хочется надеяться, что даже прокуратура — это все-таки демократический, рациональный орган государственного управления, и в этом случае расследование, и что они действительно будут все-таки стоять на стороне «Justice». И это ровно то, почему он туда и поставлен на это расследование, генпрокурор. У нас нет больших оснований, серьезных оснований, кроме каких-то political biases, просто нелюбви к кому-то. У нас нет оснований полагать, что в Соединенных Штатах прокуратура коррумпирована или является политической рукой некоторой идеологической партии. Поэтому на данный момент я не думаю, что стоит быть пессимистами и говорить, что все прогнило. Посмотрим, как это расследование будет идти, но пока просто из даже патриотических соображений, мне кажется, стоит доверять нашей расследовательской власти и тем органам, которые все-таки борются в стране за правосудие. А если говорить о предстоящих выборах, вы думаете, ждет республиканскую партию раскол Трамп-де-Сантис? Мы это видим уже сейчас. Совершенно не обязательно, что то, что мы видим сейчас, после промежуточных выборов, когда на Трампа... Многие стали обвинять Трампа в том, что не случилось красной волны. С другой стороны, то, что этот раскол существует сейчас, совершенно не значит, что он будет иметь место во время primaries и уж тем более во время выборов. То есть американская политика, ее красота в том, что она совершенно непредсказуема. И даже в рамках таймфрейма primaries, который не такой большой, происходит огромное количество вещей. Ну, собственно, кто мог подумать перед primaries 2016 года, что Трамп станет не то что президентом, а станет главным кандидатом для республиканской партии. Поэтому здесь, мне кажется, прогнозы просто делать немножко бессмысленно в силу хаотичной природы нашей политики, которая, кстати, пристекает из свободы и демократически нашего общества. У нас большая страна, внутри 25 миллионов человек. Люди здесь имеют огромное количество свобод и прав. И, как следствие, да, это большое людское море, которое имеет все институты и все возможности себя выражать. Оно создает достаточно такую бурлящую политическую среду, и, по-моему, это прекрасно. По-моему, тоже. Спасибо. Елисей Богуславский присоединялся к нашему эфиру. Политолог, публицист и сторонник республиканской партии из Нью-Йорка. Спасибо. Спасибо.